Всем привет дорогие друзья, с вами Ревос и сегодня в этом ролике мы продолжаем раскачивать нашего бомжа. В прошлом нашем ролике мы ребята с вами обсуждали самую лучшую работу для начальных уровней. В этой ребятой серии мы поговорим о важном таком элементе как торговля, а именно как ей заниматься и как на этом зарабатывать огромные деньги. Потому что только через торговлю на этом проекте можно добиться максимально наибольшей суммы и стать максимально богатым. Я постараюсь вам дать знания касаемо торговли на этом проекте, ну а также объяснить почему данный способ заработка является самым выгодным. Перед просмотром данного ролика дорогие друзья не забудьте подписаться на мой канал, поскольку для меня это очень важно. Просто дружище возьми и прямо сейчас подпишись на мой канал, тем самым ты мне очень сильно поможешь. Ну я думаю на этом всё, не буду тянуть и желаю всем приятного просмотра. Дружище, если ты хочешь создать свой сервак в сампе или крмп, то тебе на bighost.org. Лучший игровой хостинг с низкими ценами и максимальной защитой. Так давайте короче садимся в нашу машину и я вам сейчас буду потихоньку начинать рассказывать. Как ребята я уже и говорил ранее, торговля на этом проекте считается самым выгодным способом заработка из всех как бы присутствующих. Занимаясь торговлей, занимаясь торговлей я поднимал очень большие деньги, там суммы доходили до сотен миллионов. В общем торговля это реально очень прибыльное дело. Самое главное это уметь торговать и уметь взаимодействовать с другими игроками, уметь общаться и уметь договариваться. Самое, ребята, выгодное, что можно перепродавать это дорогие дома, какие-нибудь особняки, например, на горе Вайнвуд, какие-нибудь одиночки и так далее, либо бизнесы. Бизнесы также очень выгодно перепродавать. Также, ребята, можно так охотно перепродавать всякие предметы на центральном рынке. Но, ребята, там вы особо не заработаете, если у вас нет особого бюджета. Чтобы, ребята, хорошо торговать и зарабатывать большие деньги, вам нужен хороший бюджет. Минимум миллионов пять у вас должно быть на вашем счету. Тогда вы сможете уже, в принципе, начинать торговать на центральном рынке. Перепродавать, ребята, можно всё, что угодно. Можно перепродавать подарки, семейные талоны, скинные, аксессуары, всё, что угодно, даже рулетки. Рулетки тоже очень довольно-таки выгодная тема. Самое, ребята, главное на центральном рынке, вот вы пришли сюда, самое, ребята, главное, это вот занять первую лавку. Потому что чаще всего просматриваются только вот эти вот первые две лавки. Если вы займёте вот эту вот первую лавку, то вам вообще цены не будет. Это вот реально самая лучшая лавка. Ваша задача вот именно вот занять её. Если вы её займёте, можете выставлять товар либо на покупку, либо на продажу. И уже как бы уходить в ФК, идти заниматься своими делами, а у вас всё тут автоматом будет производиться. Касаемо, ребята, теперь того, по каким ценам покупать и по каким продавать. Тут, ребята, не я, никто другой вам точного ответа не скажет. Вы должны сами на своём серваке ориентироваться по этому вопросу. Как сориентироваться, сколько что стоит. Вам просто нужно постоянно общаться с другими барыгами. Также вам нужно постоянно чекать другие лавки. Смотреть, по сколько люди покупают и по сколько люди продают. К примеру, вот я подхожу к данной лавке и вижу то, что человек продаёт золотую рулетку за 500 косарей. То есть я понимаю то, что вот золотая рулетка стоит минимум 500 косарей. Но я думаю то, что её можно продать ещё дороже. Далее, ребята, я вот смотрю следующие лавки. Здесь вот продажа, вот, человек продаёт золотые рулетки по 650 косарей. И вот этот парень, который покупает по 500 косарей, я думаю, он потом с лёгкостью также может продать по 650. И тем самым заработать очень большие деньги, ничего толком и не делая. Просто купив, а потом заново продав. Вот так, ребята, вам и нужно постоянно чекать все лавки и сверять цены. А потом уже самим как бы определять, что сколько и стоит. Вот так, ребята, изучайте. Постоянно приходите на центральный рынок и смотрите лавки. Смотрите, поскольку люди покупают и поскольку продают. И потом из этого делайте вывод, что сколько стоит. Это реально очень просто. Занимайте, ребята, старайтесь лавки вот именно с этой стороны. Вот эта вот сторона просматривается лучше, чем вон та. Это, ребята, 100% информация. Потому что я в этом реально шарю. Чтобы, ребята, вы понимали, когда только появился этот центральный рынок, я просто сутками проводил своё время как бы на нём. Я как бы шарю, что и где просматривается чаще всего и что лучше. Поэтому, ребята, в моих словах даже не думайте сомневаться. Я, ребят, знаю, что я говорю. Самое, ребята, главное, это ваш бюджет. У вас должен быть хороший бюджет. Ну, минимум миллионов пять. Это, конечно, небольшая сумма, но чтобы начинать торговать уже как бы хватит. Сейчас, ребята, я снимаю ролик утром и пока что здесь народу вообще нету. А когда здесь онлайн фуловый, здесь скапливается куча народов, которые орут, типа то, что они там продадут то, купят то и так далее. Не нужно, ребята, здесь стоять и по КД орать то, что вы там купите какой-либо товар или его же продадите. Тут, ребята, стоять не нужно. На этом вы проиграете очень много времени, ну а также своих сил и ничего не добьётесь. Ну, ребята, это как бы мой опыт, мой личный опыт. Любой, ребята, игрок, который будет пытаться у вас что-то купить, будет пытаться с вами торговаться и скинуть цену на ваш товар. Вы, ребята, должны быть просто максимально упертыми и настаивать только на своём. Сколько бы, ребята, не просили бы вас скинуть цену на данный товар, скидывать ничего не нужно. Если вы продаёте по нормальной цене, никому ничего не скидывайте. В любом случае у вас всё купят. Человек, который просит у вас что-то скинуть, он такой же барыга, как и вы, который хочет у вас купить по дешману, а потом сам пойти и продать по максимально высокой цене. Поэтому, ребята, никому ничего не скидывайте. Всегда стойте на своём. При общении с игроком нужно придерживаться максимально адекватного поведения. Грубить игроку не нужно, этим вы ничего не добьётесь, а только разозрите того, с кем вы как бы торгуетесь. Общаться нужно с уважением, и тогда человек тоже пойдёт к вам навстречу. Итак, ребята, теперь давайте сейчас обсудим касаемо автобазара. Вот сейчас мы приехали на автобазар, касаемо вот торговли машинами. Я всё-таки советую торговать на центральном рынке, потому что на автобазаре, во-первых, комиссия сейчас добавилась. Вот, к примеру, вот я хочу купить себе туризма, мне ещё вот нужно заплатить 1 миллион комиссий. После последних обновлений торговать на автобазаре стало гораздо тяжелее. Поэтому, ребята, я вам не советую использовать автобазар в качестве перепродаж и в качестве заработка денег, потому что заработать здесь будет реально очень сложно. Продают по низким ценам здесь очень редко, и самому, чтобы вам продать машину, вам придётся жёстко попутеть. В общем, ребята, всем советую торговать только на центральном рынке. Касаемо, ребята, торговли через объявления. Вот, к примеру, вы хотите продать какой-либо аксессуар, там, за 5 миллионов. Подавать объявления, ребята, лучше не нужно, там вы ничего не продадите. Продавать через объявления можно только дома, либо бизнесы. Всякие, ребята, аксессуары, рулетки, талоны, подарки через объявления лучше не продавать. Это такое себе как бы дело. Найти покупателя будет очень сложно, лучше торгуйте просто на центральном рынке. И кому будет нужно, тот сам придёт и у вас всё купит. Теперь, ребята, касаемо перепродажи бизнесов и домов. Это, ребята, уже вот реально серьёзный уровень. Заниматься, ребята, такой перепродажей лучше всего, когда у вас есть вип-чат, доступ к вип-чату, ну а также где-то 50 миллионов. Если у вас есть такая сумма, вы уже можете спокойно перепродавать бизнесы, ну а также дома. Как, ребята, вообще этим заниматься? Вы должны быть постоянно в курсе всех сделок, происходящих на вашем серваке. Вы должны следить за объявлениями, должны следить за вип-чатом. Что люди пишут, что продают, что покупают. И отсюда, отсюда ловить самые выгодные предложения. Касаемо, ребята, при продаже бизнесов, лучше этим пока что не занимайтесь. Если вы реально ничем не шарите, лучше бизнесы не покупайте. Потому что каждый второй на этом проекте накручивает прибыль в своих бизнесах. И потом продаёт и обманывает других игроков. Поэтому, ребята, прежде чем покупать какой-либо бизнес, сначала узнайте его настоящую прибыль. Если, ребята, вы продаёте бизнес, ни в коем случае там прибыль не накручивайте. Потому что так делают только самые настоящие ублюдки. Я думаю, вы к этому числу людей не относитесь. Такими вещами, ребята, пожалуйста, не занимайтесь. Касаемо при продаже домов, при продавайте всякие одиночки. Топовые особняки. К примеру, вот особняки на горе Вайнвуд. Всякие помойки в гетто, во всяких деревнях. Такое, ребята, при продавать не нужно. Потому что там вы заработаете сущие копейки. А потратите кучу времени. В общем, ребята, при продаже это довольно-таки такое серьёзное дело, над которым нужно заниматься. И которое можно изучить только со временем. Получая, как бы, опыт. Если вы сейчас начнёте заниматься при продаже, то вы в любом случае останетесь в выигрыше. Потому что если вы даже, там, не знаю, уйдёте в минус при продаже, вы наберётесь опыта. А опыт, ребята, это самое главное. Знание, ребята, это самое главное. Имея знание, заработать деньги и добиться желаемого успеха будет довольно-таки просто. Послушайте, ребята, то, что я говорю. Потому что если бы я говорил бы всякую чушь и не знал бы, о чём я говорю, я бы не добился того, чего я, как бы, имею на этом проекте. Это, ребята, я показываю вам не для того, чтобы вам, как-то там, не знаю, выпендриться перед вами и так далее. А для того, чтобы вы поверили моим словам. Касаемо, ребята, обычных работ в центре занятости, вы, конечно, можете там работать. Без проблем. Но, ребята, в любом случае, если вы хотите стать одним из богатых людей на этом серваке, то вам нужно учиться перепродавать. Иначе, находясь на обычных работах, вы будете достигать своей цели очень-очень долго. Хоть, ребята, и будете в этом час зарабатывать по миллиону, в любом случае на перепродажах можно поднять больше. Имейте, ребята, это в виду. Ну, ребята, на этом ролик подошёл к концу. В этом ролике я вам рассказал о самых основных моментах, касаемо перепродажи на этом проекте. Если, ребята, данный ролик вам понравился, то я думаю, вы не забудете поставить ему лайк, ну а также подписаться на мой канал, если вы ещё не подписаны. Поскольку, ребята, для меня это очень важно. Если вы хотите меня как-то поддержать, то просто возьмите и подпишитесь на мой канал. Тем самым, вы мне очень сильно поможете. На этом, ребята, я думаю, всё. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментарии, я постараюсь вам ответить. Также, ребята, не забывайте добавляться ко мне в друзья вконтакте. Я добавляю всех без какого-либо исключения. Ну и на этом, я думаю, ролик подошёл к концу. Всем большое спасибо, ну и удачи. До скорого, ребята.